Рассмотрим инструменты выделения произвольной формы. На панели меню, развернув соответствующую вкладку, можно увидеть три инструмента для создания выделений произвольной формы. Первый из данных инструментов называется лассо. Для того, чтобы его выбрать, можно нажать клавишу L на клавиатуре английскую или щелкнуть левой кнопкой мышки на соответствующий пункт. Рассмотрим панель атрибутов данного инструмента. Здесь четыре режима работы, которые нам уже известны из предыдущей лекции. Это режим создания новых выделений, режим добавления выделенных областей, режим удаления выделенных областей и режим пересечения выделенных областей. Также известный параметр растушевка и поскольку выделение произвольной формы для сглаживания криволинейных сегментов соответствующий флажок активации данной функции. А также кнопка вызова меню редактирования края, уточнить край. Для того, чтобы выделить какой-то элемент с помощью инструмента лассо, необходимо зажать левую кнопку мышки и не отпуская ее, начать создавать выделенную область. Как только мы отпустим левую кнопку мышки, выделенная область автоматически будет замкнута по кратчайшей, ближайшей траектории, то есть по прямой. При работе с выделенными областями можно использовать, например, для того, чтобы добавить выделенную область клавишу shift и, например, для того, чтобы удалить какую-то выделенную область клавишу alt. Поскольку мы рассмотрели в предыдущих лекциях полностью все пункты меню, которые здесь представлены, и пункт уточнения край в том числе, можно перейти к рассмотрению следующего инструмента выделения произвольной области, который называется прямолинейное лассо. Прямолинейное лассо позволяет выделить произвольную область с помощью отрезков. Для этого достаточно щелкнуть левой кнопкой мышки, отпустить ее, переместить курсор мыши в предполагаемое место установки конца отрезка и щелкнуть левую кнопку мышки. Таким образом можно создать выделенную область с помощью прямолинейных отрезков. Для того, чтобы завершить работу с данным инструментом, необходимо либо замкнуть выделенную область, либо отменить с помощью клавиши escape выполнение данной команды. Если нам необходимо замкнуть выделенную область, нужно подвести курсор мыши к началу создания выделенной области. При этом рядом с курсором мыши появится небольшой значок окружности, что означает, что мы нашли начало создания выделенной области. Если щелкнуть левой кнопкой мышки здесь, выделенная область будет замкнута. Бывает, когда очень трудно определить, где же у нас начиналась выделенная область. В таком случае, для того, чтобы замкнуть выделенную область автоматически по ближайшей, кратчайшей траектории, достаточно сделать двойной щелчок левой кнопки мышки. Это автоматически замкнет выделенную область. Либо вместо двойного щелчка можно использовать нажатие на клавиатуре клавиши enter. Это тоже приведет к мгновенному замыканию выделенной области. Клавиши shift и alt, соответственно, для вырезания из выделенной области и добавления выделенной области работают для всех инструментов выделения. Рассмотрим вариант, когда мы во время создания выделенной области повели линию не туда, куда нам необходимо. Для того, чтобы отменить последнюю часть линии, необходимо на клавиатуре нажать клавишу delete. Это удалит последний проведенный отрезок. Кроме клавиши delete, можно пользоваться для отмены клавишей backspace. Рассмотрим следующий инструмент. Инструмент магнитное лассо. Инструмент магнитное лассо является автоматизированным инструментом выделения произвольной области изображения. В чем же заключается автоматизация? Дело в том, что во время работы данным инструментом, инструмент сам пытается найти, где заканчивается один объект, начинается другой. Как он это делает? Он пытается определить, где проходит разница между цветом одного объекта и цветом другого объекта. Иначе говоря, выделить данным инструментом объекты, находящиеся на определенном однородном фоне, является задачей довольно легкой. Давайте рассмотрим, как данный инструмент работает. Для начала выделения необходимо щелкнуть левой кнопкой мышкой и затем отпустить кнопку мышки и начать вести курсор мыши по контуру предполагаемого объекта. Во время проведения по контуру объекта курсора мышки автоматически будут устанавливаться опорные точки или узловые точки. Если же у нас с вами дрогнула рука и наши опорные точки оказались в местах, которые не нужны нам, эти опорные точки можно удалить с помощью клавиши Backspace или с помощью клавиши Delayed на клавиатуре. Если определенная часть изображения, которую нам необходимо выделить, не поддается автоматизированному выделению, можно устанавливать опорные точки вручную с помощью нажатия левой кнопки мышки. Ну и для того, чтобы завершить выделение, необходимо опять-таки либо замкнуть контур, для этого подвести курсор мышки к началу выделения, когда появится значок окружности небольшой, нажать левую кнопку мышки. Либо можно было нажать клавишу Escape для того, чтобы отключить данный инструмент и прекратить создание выделенной области. Дело в том, что при создании в полуавтоматическом режиме выделенной области, есть определенная зона, в которой осуществляется поиск данным инструментом разницы в цвете соседних цветовых точек. Эта зона регулируется в настройках инструмента. Эта зона называется шириной. Ширина зоны поиска разницы в цвете. В случае выделения мелких сложных объектов может быть необходимо изменение частоты установки опорных точек в автоматическом режиме. Частота установки опорных точек регулируется опять-таки в настройках инструмента с помощью соответствующего показателя, который называется частота. Параметр контрастность позволяет отрегулировать количество оттенков, между которыми автоматизированный инструмент магнитное лассо будет искать разницу в цвете. Если нам необходимо выделить абсолютно все оттенки одного цвета, можно установить параметр 100%. Если же наше изображение все сделано в тонах одного цвета, например, зеленая трава на зеленом лугу, зеленые деревья, зеленые кусты, ну только разница в том, что одни элементы луга более темно-зеленые, другие элементы луга более светло-зеленые. В данном случае необходимо уменьшить количество оттенков цветов, которые нам необходимо будет выбрать. И для этого параметр контрастность необходимо будет уменьшить. И в таком случае данный инструмент будет уже искать разницу между оттенками одного и того же зеленого цвета. и пытаться помочь нам выделить именно тот объект, который необходим. Рекомендуемые настройки данного инструмента около 30%. Естественно, в зависимости от того, насколько много цветов присутствует в изображении, с которым вы работаете, этот параметр контрастность необходимо изменять соответствующим образом. Все остальные параметры, которые присутствуют на панели атрибутов, вам уже были знакомы из прошлых лекций. На этом рассмотрение инструмента магнитное лассо можно завершить.